Уфимский аэропорт впервые за всю историю встретил трёхмиллионного пассажира. А совсем скоро воздушная гавань столицы Башкортостана получит ещё и имя знаменитого земляка. О том, какие перемены и перспективы развития ждут воздушные ворота Уфы, поговорим сегодня с генеральным директором Международного аэропорта Уфа Александром Вадимовичем Андреевым. Здравствуйте, Александр Вадимович. Здравствуйте. Александр Вадимович, на протяжении многих лет аэропорт Уфа носит звание лучшего аэропорта Российской Федерации в сегменте до 4 миллионов пассажиров в год. Насколько сегодня сильна конкуренция между аэропортами и легко ли удерживать звание лучшего? В вашем вопросе три минимум ответа необходимо дать. Во-первых, мы действительно являемся в своём сегменте лучшим аэропортом страны. Сегмент – это до 4 миллионов пассажиров. Во-вторых, в нашем сегменте только на удалении 500 километров находятся 7 международных аэропортов. Давайте вспомним, что это Екатеринбург, это Казань, Самара, это Оренбург, Магнитогорск, Пермь и Челябинск. И со всеми ими мы, может быть, не напрямую, но конкурируем. Конкурируем и за авиакомпании, и за международные рейсы, и за право выполнять перевозки ведущими авиакомпаниями страны. Поэтому это даётся нелегко. И для этого у нас есть программа и маркетинговая, и повышение эффективности внутреннего предприятия. И нам её удаётся реализовывать, судя в этом, и наши пассажиры, и отраслевые эксперты, которые присваивают нам звание лучшего в своём сегменте. А вот эти вот ваши соседи, наши соседи, скажем, семь аэропортов, они на вас, скажем так, зла не держат, не завидуют за то, что вы уже который год становитесь лучшим аэропортом страны? Оценка это внешне. Безусловно, каждый аэропорт, если это добросовестная конкуренция, как и любое добросовестное предприятие, видят в взгляде на соседей, на других субъектов рыночной конкуренции место для шага вперёд. Я бы не сказал, что речь идёт о каких-то злых, в общем, намерениях. Мы, как отраслевое сообщество, друг с другом взаимодействуем, и считаю, что это нормально. На днях аэропорт Уфы зарегистрировал трёхмиллионного пассажира. Причём это рекорд для предприятия. Впечатляет динамика и пассажиропотока. За семь лет рост составил 83%. Что способствовало такому взлёту показателей? Какие планы относительно пассажиропотока у вас в перспективе? Действительно значимый результат. Нам удалось его добиться за счёт трёх больших направлений работы. Во-первых, конечно, это эффективное взаимодействие с авиакомпаниями. У нас есть программа лояльности, программа стыковочных перевозок. Во-вторых, это естественный рост платежеспособности населения нашей республики, которая является небедным регионом, и наши жители могут себе позволить авиаперевозки. И, в-третьих, конечно же, это наше инфраструктурное изменение. Это реконструкция, произведённая аэродрома, и эксплуатация международного терминала нашего аэропорта. Если говорить подробно, то программы взаимодействия с авиакомпаниями, они являются частью работы любого серьёзного предприятия в авиации. Для нашего аэропорта 3 миллиона пассажиров – это действительно исторический рекорд. И часть нашей работы – это привлечение и авиакомпаний, и стыковочных рейсов на нашу базу. Подобная программа у нас существует с авиакомпаниями «ЮТЭИР», «Азимут». К слову говоря, пассажиры «Азимут» именно стал трёхмиллионом. И цель в данной связи у нас является, во-первых, дальнейший рост пассажиропотока темпами, превышающим среднеотраслевые. И здесь необходимо сказать, что среднеотраслевой рост перевозок по итогам 2017 года в России составил 10%, по нашему предприятию он составил 17%. И, во-вторых, конечно, это развитие стыковочных перевозок. У нас есть программа соединения Уфы с городами-миллионниками нашей страны. Всего их 17 городов-миллионников. У нас есть прямые рейсы, 8 из них. Поэтому место для шагов вперёд есть, мы понимаем, что и как делать дальше. При этом есть и здесь очевидно положительные результаты. Если в 2013 году прямых рейсов в города-миллионники было 6 в неделю, то сейчас их 42. Рост произошёл именно в 7 раз. Поэтому данное развитие считаю перспективным. И не только в этой, может быть, области нашей деятельности достигнуты результаты. Действительно, 3 миллиона – это рубеж. Рубеж, который позволит нам достичь показателя, прогнозируемого, чем в 3 миллиона 200 пассажиров по итогам 2018 года. Также у нас есть качественные показатели. Нам удалось снизить количество жалоб. И да, они остаётся, мы понимаем, как над ними работать. Может быть, не всё удаётся, но стараемся, чтобы работа была эффективной. Также ключевым показателем для нас, как для предприятий с участием республики, является финансовый результат для нашего акционера. И каков всё-таки финансовый результат по итогам этого года? Вы знаете, загадывать точно не взялся бы, но мы планируем показать акционеру финансовый результат в размере не менее 750 миллионов рублей по итогам года. Начинали мы с 80 миллионов. И как вам удалось достичь такой суммы? Сумма факторов объёма перевозок плюс целевые программы повышения эффективности. Да, они проходили больно, они проходили, может быть, несколько у нас эмоционально для повышения эффективности. Но, тем не менее, целью акционерного общества является прибыль. Прибыль мы запускаем на собственное развитие, в частности, на инвестпроект, на строительство продолжающегося внутреннего терминала. Поэтому финансовый показатель является ключевым, так же, как и качественным в нашей работе. Осталось заметить, что по показателям, связанным с обеспечением безопасности полётов, тоже на нашу долю выпали испытания. Если вы помните, был пожар у двигателя, наши службы сработали штатным образом. Поэтому, обобщая ответ на ваш вопрос, могу сказать, что итоги работы за год являются нормальными. И для нас, и, смею полагать, для акционеров. Вы затронули очень интересную тему, которая касается реконструкции внутреннего терминала Международного аэропорта Уфа. Расскажите о ней поподробнее, потому что многие, кто вылетает из аэропорта Уфы, видят вот этот яркий плакат про то, как будет выглядеть после реконструкции Уфимский аэропорт. Причиной реконструкции является дефицит технологических площадей и оборудования, которые существуют объективно для нашего пассажиропотока. Соответственно, для площадей, прежде всего, прилёта внутренних авиалиний, дефицит площадей составляет 50%. Дефицит оборудования, это багажная система и телетрапы в пиковый час достигает 30%. Второе, то, что у республики есть обязательство гармонизировать терминальные мощности с аэродромными мощностями, которые за счёт федерального бюджета были реконструированы. Поэтому необходимость в реконструкции, она объективно существует. И, к сожалению, нашим пассажирам, пользуясь случаем, хотелось бы извиниться перед ними за те сложности по прилёту рядом авиакомпании, которые они вынуждены испытывать, прилетая именно на площади международного терминала. И доставляясь в зону прилёта внутреннего терминала. Это вынужденная необходимость, которая будет продолжаться временно. Мы рассчитываем в первом квартале 2020 года ввести терминал в эксплуатацию. А какие инновации ожидают пассажиров, когда будет, собственно, уже реконструирован вот этот внутренний терминал? Принципиальных инноваций, они связаны с отраслевыми только, может быть, драйверами роста. Это, во-первых, саморегистрация, во-вторых, это навигация, которая упрощает доступ к самолёту. И инновация, конечно же, это скорость обслуживания. Позволю себе здесь вспомнить, что наш пассажир во многом это внутренний. Пассажиропоток у нас распределяется в соотношении 8 к 2 в пользу внутренних авиалиний. При этом пассажир в среднем проводит у нас не более часа по вылету и не более получаса по прилёту. Поэтому важным является экономия времени пассажиров. И важным является обеспечение скорости и комфорта подхождения аэропортовых процедур. Поэтому это является ключевой нашей целью. То есть всё делается только для того, чтобы пассажирам было как можно комфортнее? И быстрее. И всё делать для того, чтобы мы ещё и соответствовали отраслевым стандартам, которые устанавливает Международная ассоциация авиакомпаний, и от стандартов категории «С» «Оптимум». Какую из задач, может быть, главной вы считаете для Международного аэропорта Уфа в 2019 году, в будущем? Если обобщать, то это сохранение и дальнейшее повышение конкурентоспособности нашего предприятия в масштабах отрасли. И это касается и финансово-экономического аспекта нашей деятельности, и сохранения пассажиропотока с перераспределением, может быть, его в пользу целевых программ взаимодействия с авиакомпаниями, о которых я сказал. Тут два фактора. Это трансферные пассажиры и соединение, повторюсь, Уфы с городами-миллионников. С точки зрения производительности труда мы продолжим, безусловно, над ней работать. Прежде всего, в области автоматизации процессов прохождения пассажирам аэропортовых формальностей. Поэтому такие приоритеты, которые мы видим, как слагаемое сохранение и дальнейшее повышение конкурентоспособности. Но здесь необходимо сказать о том, что мы являемся в целом субъектом отрасли, и спрос на перевозки будет во многом определять наши объемные показатели. Ну вот ваш анализ что показывает? Пассажиропоток растет или остается на неком среднестатистическом уровне? В Уфе? Да. Так превышает на 70%. Повторюсь, то, что если в среднем по отрасли рост пассажиропотока составляет 10-11%, у нас он не менее 17%. Основными ключевыми моментами, вы их уже, в принципе, частично назвали, все-таки является то, что воздушный транспорт гораздо удобен с точки зрения алгоритма перемещения, с точки зрения того, что авиакомпании, вы говорили о том, что вы с ними взаимодействуете, включают новые полетные программы. Или есть еще какие-то факторы? Естественно, есть у нас факторы географического положения, которые в пользу воздушного транспорта. Мы находимся на ортодрамическом удалении от Москвы практически в 1150 километров, и скорость, естественное преимущество авиации выступает здесь на первый план. С точки зрения современности бизнеса, скорости бизнеса, для человека, который за день, как правило, вылетает в Москву и в этот же день возвращается, альтернативы воздушному транспорту нет. Стало быть, чем успешнее развивается бизнес, чем эффективнее совершенствуется у нас госуправление в стране, тем больше востребован будет именно воздушный транспорт. А бизнес-авиация у нас развивается? Аэропорт Уфа становится популярным? Или наоборот уже, может быть, он стал популярным в бизнес-авиации? Бизнес-авиация развивается чуть менее сопоставимыми темпами. Бизнес-авиация сама по себе – это чартерные перевозки. И здесь прямая зависимость есть именно от развития бизнеса в республике. Чем больше крупного бизнеса, чем больше инвестиций, стало быть, тем больше представителей этого крупного бизнеса к нам прилетает, которые могут себе позволить зафрахтовать, либо иметь собственное воздушное судно. Здесь прямая зависимость есть от степени развития именно большого бизнеса в нашей республике. Здесь развитие есть, но потенциал, смею полагать, еще больше. – Ну и не могу не задать вопрос, который касается конкурса «Великие имена России». Международный аэропорт УФА претендует на одно из имен знаменитых земляков. Какой, может быть, импульс для развития аэропорта даст такое именное название? – Мы думаем, что положительный в любом случае, поскольку из трех номинантов, каждый из которых является гордостью республики и известным лицом, будет украшать нас. Здесь не будет каких-то сложностей в сохранении кода Международной ассоциации воздушного транспорта. Поэтому ждем результатов. И выбирает общество, общественная палата прямого голосования. Сейчас уже более 140 тысяч человек проголосовали в общей сложности. Наш аэропорт является одним из лидеров по числу голосования. Поэтому ждем результатов. – Вы сами проголосовали? – Да. – Ну, не буду спрашивать, за кого. Я думаю, что в скором времени мы это все узнаем. – Ну, формат голосования, он же не зря является открытым и публичным. Здесь, собственно говоря, есть критерии большинства. И мы смотрим, куда большинство, в общем говоря, обращает свои голоса. Тем не менее, каждый из трех представленных кандидатов на имя нашего аэропорта является гордостью республики. И, в общем, мы ждем результатов. – Спасибо большое, Александр Владимирович, за то, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы и, думаю, на вопросы наших телезрителей. – И вам спасибо. Рад был с вами поговорить. О том, какие перемены и перспективы развития ждут воздушные ворота Уфы, мы сегодня говорили с генеральным директором Международного аэропорта Уфа Александром Вадимовичем Андреевым. Эфир канала «Россия-24» продолжается. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова